авария посмотрите кто это мэрс въехал в мэрс или таскания а мы сегодня впервые будем пробовать сдавать монеты в такой штуке давай валюша продолжить а высыпи да высыпаем теперь поднимаем да давай пошел считать сейчас и как он считает это долгу А вон лишним он выкидывает, смотри, Валя. Он лишний выкидывает монеты. Рублей не принимает. И какие-то копейки. Вот 311 рублей получилось. И там еще, да, он выкинул. На весь 7 монеты строковый. Попробуйте засунуть еще. Не, не, зачем? Все понятно. Понятно. Все, продолжите. Что сейчас будет? Он будет миллион, 300 рублей на копилку. Вау. Это что, копилка ее? Да. Это миллион, копилка была. Вот такой автомат. А что тогда ты моя сумка взяла? Пропустит. А, сертификат он покупает. Я вас дали на банковскую карту, внимание, мобильный телефон. Давай этот, на мобильный телефон. Ну, давай на мобильный телефон. На твой? На твой. Так, сейчас там валишь. Комиссия 47 рублей. То есть 264 рубля. Серьезно. Так, сейчас он переведет. Интересно, как быстро придут деньги. Ну, можно купить сертификат, да. Вот 264 рубля мы получили. И чек. Ну, ладно. Ну, а так они лежат. А так 47 рублей. Можно было в Сбербанк взять. Мне было интересно просто всегда. 311 рублей было, а осталось 264. А я сейчас иду в Каляев, потому что там пришло смс-ка, подарок. Какой-то подарок. Ну, Каляев это магазин ШУ. И они периодически делают подарки всякие. Ну, сейчас я заберу подарочек. О, вот оно. А сейчас у нас обзор из Каляева. Давай, Валюша, открывай, что там. Что же там? Это палантин. Вот такой вот подарок. Вот это они нам подарили. А это я купил маски по 150 рублей. Так что откройте их, примерьте. Для Милана это размер М. Милан, свою маску снимай. Это? Это снимай маску. Давай, померяем. Эта маска будто бы... А, ну блин, это Милан. Валюша, наверное. Валюша, давай ты померь. Сейчас. Вау. Слушайте, я думал, М это маленькая. О, Валюк тебе вообще офигенно. Слушай, офигенная. Это будто бы такая космическая штука. Они все там одного размера. Давайте я сниму один. Мне кажется, она мне не налезет. Ну, давай. Это мне. Держи. Держи. Запись идет дыками, он померял. Не, у тебя большая. Ноль большая. Не переживай. Заживайте мне. Ой, нет, тебя не видно. Повернись. О, Денис. Ну, слушай, все норматка. Офигительно. О, она крупотная. О, я буду в них ходить. Это манечит мне надоело. Я думаю, она прям фильтрует хорошо. Я тоже буду. Счет он написан 36. Температура 36. А, да, да, да. Основной ключи записи с фотками. А мы тут пофоткались. А вот он, палантин вот такой. Ну, переверни. Он просто черный, да? А, да, он просто черный. О, все, якудза. Смотрите, якудза. Не, офигенно. Вот, Милан, у тебя будет маска такая. О, пойдем. О, здравствуйте. Здравствуйте, девочка. Всем привет. Всем привет. А мы сегодня идем гулять впервые в место. Вот мы же в Валашихе ни разу тут не были. Усадьба Пехраяковлевская. О, и здесь написано экологический дендрологический участок. Тут нельзя курить, нельзя разводить огонь. А тут у нас статуя стоит, да. В общем, мы тут первый раз, вот впервые мы перешли вот эту дорожку. А, я вижу прям, что тут нельзя ни музыку, ничего. А статуя живая. Музон орет. А статуя живая. Помоечки тут все есть. Так а нам сейчас нужно выпить лекарства. А статуя живая. Статуя живая, да. Пока мы ищем исторические постройки, нам встречаются какие-то советские постройки. И все разбитое. Смотри, там ничего нет. Там внутри ничего нет, а просто стена? Какие-то тут странные... О, там даже есть детская площадка, представляете? Ничего себе. Вон, да, там есть этот. Детская площадка. Да, похоже на орленок. Да, тут походу въезд для машин. И все тут написано про постройки. Ну-ка, снимай меня, я прочитаю. Сейчас буду читать вам вслух. Пониже и ровно держите камеру. Ты неправильно и держишься где-то. Да, вот. Все. В восточной части Подмосковья расположено множество старинных усадьб. Усадьба князя Пехра Яковлевская, имеющая 250-летнюю историю и расположенную в нашем городе. Одна из них своим двойным названием, усадьба большей части своей истории, принадлежит роду Голицыных. Обязана речке Пехре, Пехорке. На высоком левом берегу, который при пересечении ее Владимирским трактом, находится деревня Яковлево. В конце 16 века деревня входила в Пехорский стан, а в 1591 году ее по тому времени большую... О, вот такая тут детская площадка. Полузаброшенная, да? Нет, нормально, детям можно погулять. Все, пойдем? Ну, пока что, что я тут заметил, здесь комаров мало, а мошек много. Прям мошки на пот слетаются. Потому что мы все потные, мы пешком идем очень далеко. Ну как, очень далеко сколько? 6 тысяч шагов мы вышли сюда. Ну где-то 4 километра. 4,5. И вот мы нашли каких-то сфинксов. Ё, что это? О, здесь прям можно фотосессию устроить. Практически Колизей. Это сфинксы с титечками. У них титечки. Да. Смотрите, как тут все выдумлено. Вот здесь можно фотосессию. И там даже сцена. Здесь можно какие-нибудь показы устраивать. Да? Крутое место. Да, маленький амфитеатр точно. Я не мог с лопаной найти подходящее под это дело. И вот они, сисятые эти львы. А еще тут рядом с этой лестницей есть техническое помещение. Видите, углубление. Интересно, для чего оно было. Здесь, наверное, сидел какой-нибудь смотрящий за сценой. Да, Милана распаковала свою новую игрушку. Да-да-да, он поет. И еще? Нет, красивый, конечно. Вот здесь мне нравятся вот эти столбы. Классно. И здесь даже ведется видеонаблюдение. Это какое-то помещение. Для чего это сделано? Интересно. Что там внутри? А еще здесь очень много тайных тропиночек. Но мы там ходить не будем. Потому что так как мы здесь ни разу не были, мы боимся заблудиться. Нам нужно изучить сначала основные тропы. А потом уже ходить по дополнительным. Очередное здание постройки неизвестных годов. Надо тоже зафоткать. А еще здесь в середине всего этого находится конюшня. Мы видим две лошадки. Да. Нет, я думаю, не надо на них кататься. Да, вот здесь конюшня. А там собака. Да, там собака большая лежит, охраняет все это дело. Вот, белый бим. Вот, лошади вам поближе. Сниму их. Смотрите, вот они стоят. О, раз-два. И там в конюшне вон третья стоит. А вот и собака. Собака. О, вот он. Да, там катаются. Написано на территории конюшни, вход запрещен. А, мы это, наверное, не хотим. Да, наверное, тренировки. А мы в лесу встретили необычную белку. Интересно, что она умеет делать. Девочка, нажми ей на хвостик. Она ничего не умеет делать. Она спит. А, что-то с ним. А, слушайте, она, наверное, отключается. Да. Валюша говорит, что мы сейчас проходим домик для слуг. Ой, ну тут воняет прям. Да? Слугом, да? Нет, коняй. Интересно, сколько стоит там покататься? Или там чисто для своих? Ну, в смысле, кто занимается конным спортом. Дикие спортсмены сделали здесь брусья и турник. О, можно заниматься. Да, можно сфоткать это дело. А можно и не фоткать. Также мы прошли материальный склад там мимо. А это, внимание, что это написано там? Здесь папоротник очень красивый. Внимание, территория объекта Иргазу и Айтаргазу находится под охрамом Чоп. Это, получается, вот этот государственный агро-университет вот этот. Подождите. Да, мне страшно. Здесь есть говно и какая-то штука сидит в будке. Интересно, кто это. Посмотрите, у него большие когти. Вот этот. Это белый медведь. Шуточки от закупочек. Не, ну, выглядит реально страшно издалека. Когда смотришь, там белые лапы и когти. Выглядит это жутковато. Да, жутковато выглядит. Это, кажется, вот это все постройки, прикинь, они пролежат к этому, к сельскохозяйственному институту, вот этому, Академии или какому-то, Иргазу вот это. А еще здесь отмечены метки. Видите, красные точки на деревьях. Это какая-то тайная тропа. Здесь, наверное, проходит наркотрафик. Наркотрафик в Московской области. Поэтому мы идем по следам опасных преступников. Это не шутки. Вокруг сгущаются леса и краски зелени. Ничего не видно. Я жертвую свою жизнь ради контента для вас. Это заслуживает лайка, репоста, подписки. Я стараюсь, пожалуйста, для вас. Пожалуйста, подпишитесь. Пожалуйста, подпишитесь. А мы решили идти поближе к этой, ну, Горьковке. Ну, типа, держаться с правой стороны. И зашли сзади глобуса. Вот там, видите, оранжевое здание сквозь кустики. На экшн-камеру на это незаметно. Но мы зашли за глобусом. Интересно, есть ли к нему тропинка? Потому что здесь вообще болото. Вон там речка какая-то тухлая. Тут везде болото. Я слышу даже уточек где-то. Вот давайте посмотрим, что там. Есть тропинка. С очень резким спуском. Милан, не сбежи вперед меня. Я хочу продолжать. О, тут можно сорваться. Да, там какая-то речка Ванючка. Течет. Вон она. Ух ты, я думал, тут мост, но тут нет моста. Смотрите, тут речка. А, и там люди делают шашлыки. Я слышу, там люди шашландос делают. И здесь тоже место для шашлыков. Оказывается, здесь даже люди шашлыки делают. А мы нашли жука, который перевернулся. Поможем ему? Давайте. Давайте. А мы только что покушали. Да? Вот на этом пенечке. Вот, белочка нам приготовила покушать. Жука спасли, перевернули. Милан, зачем ты опять? Вот он, жук такой. Он сам перенулся. Ты перевернулся еще раз? О, и мусор, конечно же, с собой забираем. Что мы сегодня ели? Ролл Филадельфия. Потом Цезарь ролл. Сады Придонья сок какой-то овощной. Водичку пили. И сыр у нас. Ларец еще два кусочка осталось. С грецким орехом. Вот, Милана любит сыр. Вот мы ее берем. Все, идем. Милан кто-то укусил? Милан кто-то укусил за щеку. Пипец. Комар. У нее сразу аллергия началась. Здесь заброшенный веревочный парк, судя по всему. Здесь вот дотянут канат. Вон там человек по канату ходит. Видите? Ходит. Бревна. И вот еще какая-то вышка. Возможно, здесь раньше летали, типа подлетали. Не знаю зачем. И вон люди наверху сидят. Да. Вообще. А вон мост, кстати. Вот можем в глобус перейти там по мосту. Пойдем туда? Да, вон мост. А где нам надо спускаться туда? Там? Красота какая. Да, видишь, тут какие-то железки, трали какая-то. На велосипедах, что ли, или на мотоциклах. Ну, сейчас голос 100 лет может послать. Да. Пойдемте. Пойдем. Да, тут след от мотоциклов. Они тут, наверное, тренируются, мотобайкеры. Здесь это вообще какое-то лобное место. Обалдеть. Вот следы, да. Они тут разворачиваются. А мы нашли мостик к глобусу. Мы даже не знали, что ты стропинка. Сейчас мы попробуем дойти до глобуса отсюда же. А вот и мостик. Кто бы мог подумать. Я даже не думал, что в таком месте мы можем встретить мостик. Я думаю, да. Да, по-любому, он будет крепкий. Ой, там прям речушка. Ручей какой-то течет. Маленькая пихорочка. Ой, мостик какой. Да, какой тут хороший мостик. Такая водичка. Живности никакой не видно. Ничего не видно. Хоть плотина даже практически. И мусора мало. Тут, может, пару бутылок. Может, бутылок пять пластиковых. Ну, цвет воды, конечно, так себе. Думаю, здесь какая-нибудь помойка. Тут еще кто-то плавает. Где? Никто-то не плавает. Там. Монстры. Наверное, да. Все, пойдемте. Я боюсь. Теперь нам до глобуса. Единственное неудобство, конечно, мусор с собой таскать. Но это того стоит. Что это? Очередная охраняемая территория в лесу. Сколько тут много всяких секретных объектов. Привет, Сири. Да, Сири, где мы? Сколько градусов. Что тут происходит? Куда мы пришли вообще? Мы снова пришли в тупик. Это снова тупик. Мы заблудились. Все. Мы останемся здесь жить. Вау. Не, ну зато тут красиво. Зато это красиво. Еее. Кто-то бросил здесь шашлык. Смотрите, там это плотина. Где? Вон, это чайки седут на плотине. Обалдеть. Чайки тут, оказывается, ловят рыбу. Они прямо ныряют в водне. Сейчас вам покажу. О, вот они летают. Ныряют. Вон на чайка полетела. Не, на телефон, конечно, это не снимешь. У меня с собой фотика нет такого с зумом. Только экшен-камера и телефон. Обалдеть. Новые места. Можно загадывать желания. У нас есть такая традиция в новом месте загадывать желания. И оно обязательно сбудется. Надеюсь, у вас тоже такие есть традиции. Судя по всему, мы проникли на закрытую территорию. Здесь дорожка в заборе. Надеюсь, по нам не будут сейчас, по нашей жопе стрекать. Ой, там собака. Нас чуть не съела собака. Нам сказали, идите, идите. Это гаражи. Да. Тут даже места, где грязину хранят люди. Слушайте, сколько всего рядом. Неизведанного, да, Валюша? Я предлагаю в следующий раз нам пойти по тому же маршруту, но идти не возле Горьковки, а наоборот, надо в Салтыковку углубиться. Влево подальше. Сейчас мы шли прямо вдоль Горьковки. И вышли вот к Глобусу через мостик. Диски какие-то висят. Даже умывальничек есть свой. А вот он, и Глобус. И это гаражи возле Глобуса. И очень много едут нам навстречу машин таких разобранных. Походу тут много всяких автомастерских своих. Так, что у нас там? Глобус сзади Глобус. Мы впервые сзади Глобуса находимся. Что там? Какие-то контейнеры стоят. Ее! Мы на месте. Да. Сейчас пойдем в Глобус покупать таблеточки, Валь, и уколы. А я хожу в белой майке, загораю. А когда заходим в какое-нибудь помещение, я одеваю рубашку. Потому что у меня белая майка, и я портфель нанесу, и у меня очень сильно несу. И у меня очень сильно потеет спина. И она прям мокрая сзади. Рубашечку набросил, вроде как стильно, модно. А еще я побрил себе усы, потому что они лезут мне в рот. Это не потому что такой стиль. На самом деле я хочу полностью побриться. А я в кофточке сделала. Но мне нужен барбершоп какой-нибудь. А я предлагаю сходить себе барбершоп. А я предлагаю, чтобы Валюша меня подстригла просто машинкой. Она не хочет. Так что ты красивая. Просто под лыску. Я хочу быть лыской. Не надо лыску. Смотри, какой я заросший. Забрызганный. Вообще весь лохматый. А мы сходили в Клобус. Потратили там 1200 рублей. У Валюши еще таких кофточек купили. Ей очень нравится. Недорого. 250 рублей. Слушайте, удобный и не жаркий. И удобный, и не жаркий, и хороший. Что Валюша рассказала? Клобус органи... Ну, в Клобусе теперь, может, если приезжаете в кино смотреть, там при входе стоит такой плакат. Сканируете QR-код, заказываете продукты не меньше, чем на 350 рублей. И вам в машине делают доставку. В общем, у нас на параковке Глобуса есть кинотеатр. Начну в 9.45 первый сеанс. И теперь, пока вы там смотрите кино, можете заказать доставку продуктов себе туда. То есть, типа... Доставка с 21.45 до полединарных. Да, то есть вы такие сидите, смотрите кино, а вам в машину привезли ваши продукты. И что, это бесплатно? Да, не менее 350 рублей должно быть. Вау, круто. Это может блинчики, если заказать пивко. Не, пивко нет. Не, пивко нельзя, я думаю. А мы же зашли в Битховен посмотреть рыбик. Ну, кто это тут живет? Рыбки. Ну-ка, тут кто? Ну, тут жалко, подсветка не включена, да? Вот здесь есть. Руки. Вот здесь красиво. Это надо заходкать. Для соревнования. Угу. У нас Валюша сейчас каждый день проходит соревнования фотографии в инстаграме. Так что зацените в моем инстаграме закупать ее, мои фотки. И у нее крыло инстаграма, тоже посмотрите ее фотки. А мы уже вам видела. И, блин, 44 тысячи рублей. Ну, такая крутая штука. DASIN, которая она и воздух ощущает, и дует. Антиаллергенный фильтр, антиаллергенный фильтр. И она еще охлаждает, кстати. Прям прохладненько. Антиаллергенный фильтр. Кулет. HDR 4К. Я уже, кстати, некоторые видосы снимаю в 4К на канале. Автоматическая ловатка для перемешивания. Валюша, покрути. Это для мультиварки. А, крышку откройте. Там что, эта штука есть? Да, смотрите-ка. Там есть, типа, если вы тесто замешиваете, она будет ее автоматически мешать сама. Ничего себе, техника дошла. То есть, это получается, мультиварка теперь настоящая хлебопечка становится. Ну, да. Ее закрывать. Нифига себе, у телека какой дизайн, смотрите. Он прям под интерьер. У него в ножке провод выходит, смотрите. Из ножки. В ножке шнур спрятан. 80 тысяч стоит. Уникальный дизайн. Что, Алло? Воздухочиститель. Воздухочиститель 60 тысяч. Что там? Не работает. Сходили сейчас в Рибу к Адидас. Вроде бы крутая иностранная компания. Все без масок лазают, да? Вообще. Все посетители без масок. Короче, глобус пока лучше всех соблюдает, да, Валюш? Всем остальное вообще плохо будет. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok